наше путешествие по россии продолжается и в этот раз мы направляемся на север нашей страны полярный урал дороге здесь под стать его суровому нраву но человек может преодолеть все главное поставить цель как обычно поездка не предполагает просто добраться из точки а в точку б и это не стало исключением по будь исследований мы посетим города шадринск сургут нижневартовск ноябрьск новый рингой надым салихар поселок тазовский что в заполярье и через паромную переправу в лоботнанге достигнем цели нашего путешествия полярного урала обратный путь пройдет по северному коридору и мы посетим города нефтьюганск ханты-мансийск и в зеренбур города имеют как давнее историческое прошлое входящие во времена освоения крайнего севера казаками так и современную историю связанных с разведкой и добычей нефти и газа наше путешествие займет 23 дня при этом общей сложности мы преодолеем около 9 тысяч километров наше путешествие на полярный урал продолжается и после осмотра сургута мы направляемся в нижневартовск путь от сургута до нижневартовска составляет двести двадцать три километра и занимает три часа ну вот мы осмотрели сургут прощаемся с этим городом нефтяников и направляемся в нижневартовск поездка наша продолжается дальше нас ждут не менее интересные места места разведки нефти и газа в нашей стране ну и крайний север конечно город нижневартовск начинался когда-то с небольшого поселения а потом разросся до районного центра начиналось все далеком 1909 году когда в сибири на правом берегу реки от была построена нижневартовская приставь нижняя она была названа во избежание путаницы поскольку 180 верстах выше по течению реки располагалась деревня вартовский яд на противоположном берегу оби чуть ниже по течению находилась деревня вампугал постепенно из-за опасности паводков на левом берегу люди стали переезжать на правый берег село нижневартовская количество дворов стало постепенно увеличиваться а со временем была построена и церковь 60-е годы у села начинается новая жизнь это связано с открытием здешних местах крупных месторождений нефти 1962 году село нижневартовская становится районным центром в августе 64 создается первое нефтепромысловое предприятие нпу не гонит а в сентябре село нижневартовская становится рабочим поселком в мае 1965 года было открыто самотлорское месторождение нефти она стала одним из крупнейших во всем мире с этого самого момента развитие поселка пошло стремительными темпами с освоением нестяных месторождений начинается и резкий приток населения бланки пас добро пожаловать 9 марта 1972 года рабочий поселок нижневартовский становится городом семидесятых годах ударно строится пятиэтажки новые магазины здания библиотек школ больниц детских садов и кафе открывается аэропорт и автовокзал добро пожаловать в лимидио добро пожаловать в лимидио оригинально стела с факелом я первый раз такое вижу памятник покорителям смотлора рабочий с высоко поднятым горячим факелом символ уважения к тем кто открыл и осваивал легендарные месторождения вот такой погодой нас встретил нижневартовск вот такой погодой нас встретил нижневартовск гостиница жемчужина сибири и вот мы выходим прям на самое 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 что ни на есть набережную реки обе дождь закончился также внезапно как и начался все прекрасно и мы направляемся на прогулку по набережной до река вот это что-то кстати вот и не знаю набережная то половинка или вот наши да погода конечно сильно переменчива ехали мы ехали шел сильный дождь а потом бац вышло солнце хорош погода причем солнце так припекает чувствительно но ветер такой прохладники и компенсирует и в общем то очень приятная приятная погода погода прекрасная после дождя лучше не придумаешь пыли нет а 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 здесь проводятся различные мероприятия интересные и машина за нами почти не слышит не может а блин чувствуешь да поэт-герой Советского Союза Мусар Джалиль ну прям сразу тут Татарстан вспомнил Нижневартовская мечеть заложенная более десяти лет назад в ней одновременно могут находиться две с половиной тысячи человек и две тысячи на прилегающей территории очень красивый сквер разбили сквер потрудились со временем я думаю сквере деревья кустарники поднимутся будет более пышно выглядеть думаю что он не очень старый мы подошли к архитектурно-парковому комплексу добрый ангел мира по замыслу создателей архитектурного ансамбля такой символ призван объединять людей живущих по законам добра и милосердия церковь рождества христова история храма началась с установки 7 июля 1989 года креста на месте будущего его возведения по окончанию строительства 27 декабря 1997 года храме было совершено первое богослужение а 4 июля 1999 года состоялось великое освещение евгений иванович куропаткин заслуженный строитель россии и почетный гражданин нижневартовского городу он посвятил более 40 лет и прошел путь от прицепщика на тракторе до руководителя крупной строительной компании благодаря ему тысячи горожан обрели долгожданное жилье городу стоп стоп вот смотрите какие домики приятно посмотреть вот такой здесь поселок в каком смысле свободный вот 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 храм николая чудотворца поселке солнечный представляет собой небольшое белокаменное сооружение с покатыми сводами декоративными нишами и винтовой лестницей ведущий со двора на башенную колокольню последнюю венчает золотой купол с крестом на вершине да вот такой небольшой сквер но довольно-таки очень интересный большая территория озеленена недалеко от храма и и подождем 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 да почему два музей авиатехники вот вертолет Ми-1 первый Ми-2 посмотрели какие по размерам да как матрешки вот слушай я не пойму ну откуда дождь ну вот же это ну ладно поворачиваем 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 аллея почета авиации открыто открыто в честь 35-летия нижневартовского авиапредприятия и самый большой какой самый большой какой самый большой Томми-8 был а этот Ми-6 вертолет самый гигантский вертолет вот он да летчиком-героем Великой Отечественной войны 1941-1945 годов самолет Ан-2 на правом ну а мы подходим к памятнику воинам-интернационалистам подбираем заставка лети с с нет так а впр Памятник пионерам отсыл к тем интересным годам советского периода, когда существовал комсомол, пионеры, октябрята перед школой номер 9. Всесоюзная ударная комсомольская стройка, комсомольская путевка. Монумент установлен по инициативе Совета ветеранов комсомола на благотворительные взносы в 2020 году. Итак, мы едем на Хуторок. Эколого-просветительский центр Хуторок и визит в центр природного парка Сибирские Увалы находятся в 7 километрах от города Нижневартовска на озере Савкино. А, это Ольгина. Это не кто. Савкино-просветительский центр Хуторок и визит в Савкино-просветительский центр Хуторок. Хантырская усадьба. Музей с выставочной экспозицией природы нашего края, культура и быт народа Ханты. Эко-тропа. Здравствуйте. Налево. Тропа здоровья, ну да. Эко-тропа. Рыбий дом. Обязательная хозяйственная постройка в усадьбе, как правило, каркасного типа. В нем хранят заготовленную на зиму копченую или сушеную рыбу. Лабаз священный. Является местом хранения предметов религиозного культа, изображений семейных или родовых духов-покровителей. В нем проводят культовые обряды поклонения божествам, приносят дары и приклады. Прикладом могли служить самые разнообразные вещи или пищи. Зимний дом. Мэгхот. Наземный сруб. Традиционный хантыйский сруб невысокий. 6-10 бревен. Высота стен составляет около 2 метров. Полностью лается из досок. Рускатную или уплощенную крышу из жердей досок покрывает берестой или мхом. Вот собачка влюхивает. Съешь ее, съешь. Пошли, Ангелия. Лобаз для костей. Необходимая принадлежность каждого хозяйства, предназначенная для хранения костей крупных животных. Они используются для изготовления орудий труда и предметов утвари, для приготовления костной муки. По старинному преданию, если выбросить кости, то животное может вернуться и разодрать хозяина. Домик для собаки. Для защиты собак от дождя и снега строят специальные домики. Место выбирают напротив входа в дом. Розаиглистая. Кустарник высотой до 2 метров. Муравей. А вот, кстати, вот муравей. О, нет, нет, нет. Ну ты стой, я это. Муравейный кучу подойду. Дростребинник. Весьма крикливая птица. Кедровка. Отряд воробинообразных. Слушняков. Белка обыкновенная. Отряд грызуны. Семейство Беличи. Бурундук Азиатский. Отряды грызуны. Семейство Велок. Бурундук селится в самых разнообразных типах леса. Поползень обыкновенный. Отряд воробинообразные. Птица с крепким заостренным клювом. Очень сильными лапами. Большой пестрый дятел. Самый распространенный в наших лесах вид дятлов. Китается большую часть года семенами сосны обыкновенной Ильели. Воронье гнездо. Серая ворона. Отряд воробьеобразный. Гнездовое место обитания. Ориентированный в лесу. Туристическая тропа. Типа костров. Огонь губит лес. Брусника. Вот она, кстати. Между прочим. О, а это что такое? Где? Черника обыкновенная. Это черника обыкновенная. Я только, правда, не знаю, как они с таким комарьем тут живут. Ну, как бы это, отдыхают, я имею в виду. Между прочим, здесь можно снимать домики. А что, интересный экскурс? Вот такая сова. Ива. Сосна сибирская. Однодомное дерево высотой 30-40 метров. Природный парк «Сибирские увалы». Образован в постановлении губернатора Хантамансийского автономного округа. Стелла в стиле хай-тек, который символизирует буровую установку. Монументально-декоративный знак изображен в виде перевернутой четырехгранной пирамиды, которая облицована поликарбонатом. Ну, мы подходим к музею. Далее мы направляемся в музей истории русского быта. Здравствуйте, а музей еще закрыт, да? А? Почему не закрыт? Нет, открыт. Все это за дочерью пошел. Можно выпустить, да? Да, пожалуйста. Сколько стоит? Ну, взрослый, по-моему, 225. Дать, детский... Не детский, там ребенку уже 30 лет почти. Да, дать. Ну, вот, 400, 400, 45. Сейчас подойдем, не закрывайте. Вот этот дом, который вы видите, и все надборные постройки, им примерно чуть больше 20 лет. Раньше на этом месте тоже стоял такой же двухэтажный дом. Он был построен, по легенде, первопоселенцами. Это семья Ламбины в 20-е годы прошлого века. И он выделялся из общей массы наших домов. Здесь тоже можно присесть. Изба у нас крестьянская, тоже конца 19-го, начала 20-го века. Первый этаж у нас посвящен крестьянскому быту, второй мещанскому и советскому. Любой традиционный дом делится всегда на две части. Это женская половина и мужская половина. Женская половина у нас, конечно же, находилась вот здесь. Это место перед печью называлось Баби Кут или Баби Угол. Потому что это традиционное занятие женщины. Мужской угол находился с этой стороны. Здесь мужчина сидел, выполнял различные работы. Например, мог вести сети. Это вот такое мужское место. Называется оно Черный Угол или Подкорожий. Следующая комната называется Горница. Если люди были бедные, как правило, у них была только изба. Если богатые, мы пристраивали горницу. Потому что, как мы помним, я вам говорила, все это надо было отапливать. Поэтому, как правило, строили маленькие дома, которые было легко топить. Но люди побогаче, для себя позволить и побольше. Поэтому пристраивали вот большие помещения. Но, опять-таки, двухэтажный дом для нашей местности был редкостью. Потому что у нас было всего два двухэтажных дома. Один привезли из Соснина. И сделали из него госбанк. И второй вот был наш. Но его было тяжело отапливать. Ну и потом братья там поссорились. И, в общем, несколько причин. Они его, этот дом продали. Все из Совета. На такой дом нужно было несколько печей. То есть, вот одна бы печка, конечно же, не справилась с таким домом. И здесь у нас на большие дома делали еще голанки. Пристраивали. То есть, было 2-3 печи, если это был дом большой. Большие дома были на той стороне, когда село Инжневартовское только появилось. Об этом я расскажу позже. И вот в тех домах было несколько печей. А вот крестьяне могли себе позволить только одну печку. Или вот небольшое такое помещение. И все должны были там поместиться. В этом месте. Если тебе не хватило места на печке, на лавке и на сундуке, можно было спать под столом. У нас самое хорошее место в Сибири считалось под столом. Почему? Потому что мама будет рано вставать что-то готовить. А ты там себе спокойненько под столом лежишь. Никто тебя не трогает. Основной крестьянской мебелью были сундуки. В сундуках хранилось все нажитое добро. Потом из сундука у нас он с вами трансформировался в шкаф. Вот. Из сундука появились шкафы. С этой стороны у нас люлька. Люлька обычная, подвешенная под потолок. Были еще люльки, которые подвешивали на жерди. Брали палку с хорошо гнущегося дерева. Устанавливали ее подиагонами. На конец вешали люльку. И она пружинила. После того, как в деревнях появились трактора, но это уже по советскому времени, стали как раз вынимать вот эти пружины из тракторов. Стали уже эти деревяшки заменять на вот эти пружины. Но у нас такого не было. То есть это было на большой земле. У нас просто были такие подвесные люльки. Буфет был редкостью. Но если был, то в нем хранилась самая дорогая посуда. По буфету можно было сказать о достатке семьи. Ну, основная... Всегда в избе было и в горнице очень много различных дорожек. Эти дорожки у нас были сделаны на ткацких станках. Ткацкий станок назывался Кросну. Он был большой. В нашем музее есть такой станок в фондах. Мы его не выставляем. Уже долгое время он много места занимает. У нас большой угол занимал этот станочек. Здесь представлены фотографии наших первого поселенца. Кушникова Абрама с супругой и его дети. В конце 19 века, когда Кушников получил наследство, он приехал сюда и решил жить здесь постоянно. Чем он занимался? Торговал с хантами. Ханты поставляли русским пушнину, рыбу и перу. Первая висит морта. Ее ставили в гости реки. Рыба туда заплывала. Обратно уже не выплывала. Внизу корыта для очистки рыбы и для сетей. И заготовка под область. Вот из такой заготовки, но сейчас здесь трачель должна быть, она просто не помещается. Получаются вот такие лодки. Муханты делали область 3-5 дней. То есть они ее сужали, накрывали. С этой стороны лыжи. Русские лыжи не обивали мехом. Но потом как бы подсмотрели у хантов. И тоже стали с этой стороны приклеивать мех оленя. Здесь у нас медведь и стена капкана. Вот там вот все шкурки их можно трогать. Первый капкан называется черкан. Это хантыйский капкан. В отличие от русских капканов он не портил шкурку животного. Его ставили на тропе и заводили как лук. Сюда попадала зверюшка. Ее защемляло зверюшку. На медведя здесь капканов нет. Потому что медведи ловятся не на капканы. Вот тут можно посмотреть книгу капканов. Какой капкан на кого. Здесь у нас нет рысей. Они туда, ближе к Новосибирску. Вот. Крепцы на зайцы, на норку, на соболя. Норку сюда заведу 60-й год. Дом крестьянина, 19-й век. Часовня из деревни Вигова. Домик Петра Первого, 18-й век. Ветриная мельница, Дурова, 19-й век. Стайка делилась на две части. Это теплая стайка и холодная стайка. То есть здесь проживала скотина. Теплая стайка пристраивалась к дому. Ее отапливали от печи. Холодная стайка находилась в самом дальнем углу от дома по диагонали. Чтобы запахи не доходили до дома. В теплой стайке проживала молодая скотина. По этой стайке, в холодной, проживала уже взрослая скотина после года. Скотину специально выстаивали на холоде, чтобы к ней не приставала различная зараза. В Сибири была выведена особая порода лошадей. Они были низкие и с длинной шерстью. Поэтому они могли стоять спокойно на улице. Их никуда не заводили. Просто огораживали жердью заводчиком. И они могли спокойно себе находиться на открытом воздухе. Баня называется по-черному. То есть в этой бане нет дымохода и вся саживание оседает на стенах. Настоящие стены в этой бане черные. Мы не стали чернить, чтобы вы не пачкались. В этой бане существует очень большая вероятность угореть. Чтобы такого не происходило, открывали дверцу для проветривания. Или, например, окошко. Но в статистике все равно очень много людей угорало в бане. Зачем строить бани по-белому? То есть по-черному, если есть бани по-белому. Современные бани с дымоходом. Потому что вот эти бани по-черному, они жарче, чем бани по-белому. Сегодня таких бани осталось мало. Они где-то в глубинках. Но до сих пор они существуют. Вот эти именно бани по-черному. Существовали различные поверья относительно бани. Например, считалось, что в ней проживает дух. Звали его банником. Составляли его в виде стрельчка. Он был голый, но весь обвешан березовыми листочками. У него был очень суровый нрав. Если ему что-то не нравилось, он мог запарить человека до смерти. Чтобы такого не происходило, ему оставляли веник и воду, чтобы он сам парился. Здесь хранили зерно. Могли хранить кедровые шишки, орехи. Амбар наполнялся поздней осенью, до краев. К лету все это съедалось. И амбар использовали по-другому. На этих балках развешивали шкуры, одеяло, подушки для просушки. Такой амбар специально строили высоко, чтобы сюда не попадала вода. И стены этого амбара не обрабатывали. Они вот такими оставались. По прямой стене мыши очень хорошо бегают. То есть они могут залезть в амбар. По таким стенам они бегать не умеют. То есть она поползает, на следующее плену она не перепрыгнет. В дальнем углу представлены культуры, которые здесь хранились. Это рожь, овес, пшеница. Вот это у нас корыто для просеивания кедрового ореха. Когда орех шелушится, очень много грязи. И вот ханта придумали такую технологию. Потом русские эту технологию переняли. Первый амбар называется хозяйственный. То есть здесь собраны предметы, которые использовали в хозяйстве русские. Большинство из них вам знакомы. Различные кузова, берестяной, жестяной, коса, литовка. Грабли женские, детские. Внизу жернова конца 19 века. Здесь должна была быть еще деревянная ручка. Она не сохранилась сверху. То есть поворачивали жернова. Смысл был такой. Брали пшеницу. Вот у нас сток висит небольшой такой. Брали палку. И палкой начинали бить по снопу. Зерна выпадали, их закладывали в жернова. Вот. И жернова перемалывали их в муку. Внизу стоит у нас плуг. Плуг это коры. Сюда запрягали лошадь. Плуг тянулся за лошадью. Эта часть скапывала землю. У нас, естественно, в 40-х годах, вплоть до 60-х, техники у нас не было. Несмотря на то, что у нас был колхоз, красное знамя, но все там делалось вручную. То есть, как на большой земле показывают, там трактора или что-то. У нас такого ничего не было. Арт-объект Дворник. Наша прогулка продолжается к площади Нефтяников. О, художник. А, смячок украли. Мы подошли к площади Нефтяников. Они у нас чистые собачки. Да, вот такая инсталляция. Собачка. Размером она, конечно, с лошадь, но, наверное, так задумано. Ну, я люблю Нижний Вартовск. Пожалуйста. Так, а где девочка со скейтем? Девочка со скейтем. Собаку мы увидели. А вон она сидит. Вон она сидит. Я уже вижу. Памятник спасателям техногенных катастроф. Озеро Комсомольское находится в черте города на правом берегу Аби. Имеет эллипсообразную форму. На берегу расположены различные заведения для отдыха горожан. Подтягивающийся чиновник. Вот настоящий летательный аппарат. Космический, между прочим. Станция «Союз». Сквер космонавтов. Центральная композиция сквера. Два пересекающихся полукольца. Они символизируют орбиты Земли, по которым движется спутник. Под арками в центре закреплен макет космического корабля «Союз». Звезды Нижневартовской. Видишь? Чемпион мира Европы. Фамилии. Здорово. Аллея чемпионов. Аллея чемпионов Нижневартовской. Смотри, как здорово сделали, да? А мне нравится, кстати, этот камень так. Черный, белый, контрастный так. Ну, так это я, Минья. Да, мы продолжаем свою прогулку и приближаемся к Парку Победы. Парку Победы. Парку Победы. Вот и закончилось наше путешествие в Нижневартовск. И дальше мы направляемся на знаменитое озеро Самотлор. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...